Дорогая молодежь, приветствую вас с любовью Иисуса Христа. Рад быть на молодежном общении. И когда я узнал тему, которая перед нашими глазами, то я так обрадовался и понял очень насущная тема для сегодняшнего времени. Кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Друзья, эти слова принадлежат самому Господу Иисусу Христу. И они воспринимаются не только потому, что это Христос сказал, а потому что Он для нас примером является личным. Он сам отвергнул себя, крест свой взял. Не просто, знаете, вот так духовно взял крест, а Он физически, практически взял крест и был распят на этом кресте. И прошел этот путь страдания и закончил его благословенно. И написано в книге порока Исаии, Он говорил, «Я топтал Точила один и удивлялся, что не было помогающего, но не отступил назад». Друзья, я так задался вопросом, когда и почему были сказаны эти слова? Когда и почему? А знаете, на этот вопрос очень легко ответить. Взять несколько стихов, прочитать чуть раньше, контекст взять. И я прочитаю, и потом хотел остановиться на этих рассуждениях. Евангелие от Матфея, 16 глава, у кого есть Библия, откройте, 16 глава, 21 по 23 стихи прочитаю. С 21 по 23 стихи. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Друзья, вот этим таким важным словам предыстория предшествовала. И Иисус Христос стал открывать Своим ученикам, что путь, который Он совершает здесь на земле, он тернистый. Друзья, не сразу так было. Сначала Иисус Христос, Он набрал себе учеников, совершалось дело благовестия, кажется, такая популярность. И Иисус Христос хлебом кормил народ, и много исцелений было. И кто не знал об Иисусе Христе? Об этом все знали. Даже язычники шли для того, чтобы увидеть Его и попользоваться от Него, какое-то исцеление получить для родных или для себя. Все знали об Иисусе Христе. Но вот Иисус Христос, Он пришел не для того, чтобы хлебом нас кормить и здоровье нам дать. Сегодня многие люди хотели бы вот только от Бога это иметь и больше ничего. А Христос им открывает суть Своего прихода. Тогда Иисус стал открывать им, для чего Он пришел. Что мне нужно будет быть отвергнутым первосвященниками, книжниками и быть убиту и в третий день воскреснуть. Друзья, знаем ли мы, вот собравшиеся здесь, что путь христианский тернистый путь? Знаете, в годы гонений, может быть, вот вся молодежь, которая здесь присутствует, уже не захватили того времени, когда слово христианин или баптист было нарицательным. И человек подходит к молитвному дому, и у нас даже и не были подписаны молитвные дома. Мы собирались по домам. Ну, а сегодня я захожу, вывеска, дом молитвы евангельских христиан-баптистов. Зайти, не зайти. Слово-то такое. В прошлом оно было нарицательным. Мне один брат рассказывал, один дедушка принял крещение, в церкви был. Но, видимо, его так окружали заботой, и не сразу хотели раскрыть все. И вот год он уже в церкви, и вдруг вот так за столом говорили, говорили и договорились, что мы баптисты. И он заплакал, он в ужас пришел. Как баптисты? Всю жизнь боялся этого слова. И вдруг, оказывается, покрестился у баптистов. Да, теперь ты тоже баптист. Да, а что ж вы мне раньше не сказали? Я бы как-то сориентировался, может быть, подумал, взвесил. Друзья, мы знаем о том, что мы все евангельские христиане-баптисты. Друзья, я думаю, что здесь нет никого, кто сюда попал случайно, и он не знает об этом, его обманули. Друзья, Иисус Христос, Он не делал ничего тайного. И написано, что и в Ветхом Завете Он открывал рабам, своим пророкам, то, что хотел сделать наперед. И мы сегодня слово имеем. И ученикам Он говорил, и не говорил, может быть, в притчах говорил народу, а ученикам наедине изъяснял притчи, чтобы они понимали суть Евангелия, на какой путь они встали. Друзья, Христос говорит о том, что путь христианина тернистый путь. И апостолы говорят, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. Многими скорбями. И знаете, и когда это Петр услышал, то он отозвал Иисуса Христа в сторонку и говорит, и написано, стал прикословить. Стал прикословить. Ну, друзья, а прикословия-то были такие. Господи, да не будет этого с Тобою. Друзья, если бы это сделал Фома и кто-то из других, ну, допустим, Иуда, ну, понятно. Это прямо такие искушения от самого дьявола. Друзья, это сделал Петр. Если мы немного посмотрим выше, то сам Петр был назван камнем. И только сейчас Иисус Христос разговаривал с Петром, и был такой возвышенный разговор. И он говорил о том, что церковь будет создана на земле. И Петр будет первым служителем в этой церкви. Вы представляете? И Петру Бог дал такое право проповедовать всем иудеям, и было покаяние. А потом дал первому право проповедовать язычникам. И тоже было покаяние и сошествие Духа Святого. Действительно, Петр камень, и на всем камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. И власть дана церкви. Даю власть наступать на силу вражью. Даю ключи от Царства Небесного. Друзья, смотрите, какая власть. Но никакая драгоценность на земле просто так даром не дается. За это надо заплатить и заплатить дорогую цену. И Христос говорит о церкви, а потом говорит, что за это Он заплатит очень дорого. Жизнь свою отдаст. Жизнь свою отдаст. Друзья, дорогие, для того, чтобы мы все с вами появились на белый свет, для этого должен был кто-то сильно пострадать. Наши матери согласились нас родить на свет. Написано, женщина, когда рождает, терпит скорбь. Но мы знаем, друзья, что сегодня очень много детей не рождаются на свет. Знаете почему? Только потому, что матери чрезмерно милостивы к себе. А зачем мне это надо? Зачем мне это надо? Знаете, большая семья. Ой, это абуза. Это же надо страдать. Зачем? И многие милостивы к себе. Для того, чтобы появилась жизнь, нужно согласиться умирать. И вот Иисус Христос, Он согласился на смерть. Ради того, чтобы родилась Церковь Святая. И написано в 53 главе пророка Исаии, на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Друзья, это сказано и о нашем времени. Потому что написано, узрит потомство долговечное. И про 21 век написано, Господь видел и нас в Своем пророческом слове. Он и сейчас нас видит. Узрит потомство долговечное. И ради нас стоит умереть. Я согласен пойти на этот крест. Согласен умереть. Но почему-то непонятно было ученикам. Господи, будь милостив к себе. Будь милостив к себе. Друзья, а разве в Писании не написано, никто не имеет ненависти к своей плоти, но питает и греет. Разве мы не жалеем себя? Когда я чувствую приближение острого предмета к моему глазу, то у меня глаза сами жмурятся. Почему? Да потому что закон самосохранения, он заложен Богом в нас. И поэтому быть немилостивым к себе, да это абсурд. Надо себя все-таки как-то, ну, жалеть. Друзья, да, конечно, может быть, холодная погода, мы раздеты без головного убора. Конечно, это даже грех, это неразумно. Но когда дело касается Евангелия и Господа, Господа, друзья, вот здесь милостивым к себе быть нельзя. И Иисус Христос, Он правильно сказал, Он видел эту проблему. И Он Петру, своему любимому ученику, которого назвал служителем, и тут же Он ему говорит, Петр, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Ты думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое. Друзья, а разве о том, что человеческое, вот естественно, для нашей жизни, для нашего блага, это все грех? Пройдет время, нас пригласят пообедать. Разве это плохо, друзья, что о нас заботятся? Потом нам ночлег предоставили. Разве это плохо? Но, друзья, когда это противоречит духовному созреванию человека, эти мысли могут быть и от дьявола. Знаете, в Едемский сад приполз сатана, змей, и он ласковым голосом, о, если бы это был рыкающий лев, который бы напугал Еву. Нет, он ласковым голосом разговаривал с Евой, и она поверила ему, потому что было не так страшно. И он ее не запугал, а он ее убедил, что верить Богу не обязательно. Ты мне поверь. И обольстил ее. Ты будь милостив к себе. Смотри, ты будешь иметь разум, будешь иметь знания, вам будет этого блага. И обманул ее. Друзья, я думаю, что было бы, если бы Иисус Христос был милостив к себе, если бы он согласился не умирать на Голгофском кресте. Друзья, сегодня христианства бы не существовало, церкви бы не было, пророчества были бы обманом. И написано, может быть, в Ветхом Завете люди приносили жертвы. Сегодня мы не приносим. Но написано, жертвоприношения не способны были сделать совершенными приносящих эти жертвы. Эти жертвы имели значение только потому, что они имели пророческое значение вот в Иисусе Христе. А если бы Иисус Христос не умер, если бы он был милостив к себе, то сегодня бы никто не спасся. И даже написано, Ной, Даниил и Иов. Друзья, не спаслись бы. Написано, не спаслась бы никакая плоть. Почему? Потому что они жертвы приносили к Богу, а они говорили об Иисусе Христе. И поэтому Иисус Христос отверг это предложение. Это было самое настоящее искушение. Друзья, сколько раз Иисус Христос был искушаем не только в пустыне, когда Он сорок дней и сорок ночей был в посте, а когда Он накормил хлебом из жалости народ. И Его хотели вот так нечаянно прийти и сделать царем. Друзья, ну это же карьера, представляете? Вот простой человек, сын плотника, ни вида, ни величия, имеющий вид путешествующего в Иерусалим и вдруг Христос воцарился. Вот и народ весь на моей стороне. Разве это было не искушение? Разве в путешествие Пилигрима Джон Буньян не описывает ярмарку суеты и там масса различных искушений, где все продавалось и все предлагалось? Но Христос отверг это. Он прошел между ними и удалился. Ну а смотрите, вот в Гефсимании, когда Христос страдал и пот его был как капли крови и нужно было отвержение самого себя и он молится и говорит да будет воля твоя и соглашается беспрекословно соглашается с волей Божией отвергает самого себя. Друзья, дорогие, сегодня в последнее время все больше и больше христиане становятся милостивыми к себе. Как-то полегче бы прожить. Ну почему вы сразу пугаетесь страданиями? Почему путь христианина должен закончиться обязательно каким-то гонением? А можно так налегке прожить и в Царствие Небесное попасть? Знаете, мне как-то в одной семье пришлось быть и они так говорят мы уходим в свободную церковь где все можно. Знаете, нам надоело терпеть, что над нами смеются, что нет у нас телевизора дома. Друзья, я так думаю, что у них еще и сейчас нет. Но вот эта мысль уже была высказана. Над нами смеются, ну и что? А твоя жена, когда принимала деток, она же тоже уставала? Ну да. Ну и тоже не хотела? Да нет. И думаю, интересно, а почему это сказано? А, наверное, надлом произошел. Надлом. так хочется, чтобы налегке, чтобы все удовольствия мира использовать и в то же время в Царствие Небесное попасть. Друзья, другого пути в Царствие Небесное нет, как только отвержение самого себя. Вот представляете, мы живем в такое время, когда сегодня нам идти надо против течения. Брат один, он в регистрационной палате оформлял квартиру, которую купил, и говорит, я там четыре часа провел. Ну вот представьте, очередь, длинная очередь, вызывают редко. О чем-то надо разговаривать. Одна женщина заговорила, а где-то крещение. Ну и вот представьте себе, разговаривают, и одна другой дает неправильные советы. Ну а мы скромненько стоим и ждем своей очереди. Господи, сохрани нас это искушение, чтобы нас быстрее только туда завели и вывели из этого кабинета. Нет, конечно. Вот внутри все переворачивается, и брат вступил в разговор. Ну а там, где вступил в разговор, там дальше больше, вопросы посыпались, и вот целая аудитория, и примерно четыре часа беседа. Беседа. Ну и знаете, до чего дошло? До чипов. И все в один голос. Время-то какое наступает. Чипировать будут. Как это будет здорово. Представляете, преступников не будет. Брат говорит, да вы что, да это время, это же антихрист будет стоять. Да вы ж, у вас какие-то отсталые мысли. И он говорит, я не мог их переубедить. Друзья, сегодня это нагнетается. Нам сегодня нужно плыть против течения, встать в проломе. Сегодня дети порой на переменах, вот у них такие забавы, возьмут между пальцем маленькую иголочку, вот так, и подбегают, и друг друга так по плечу, как хлопнут, ну так, чтобы немножко уколоть. И говорят, ты прочипирован. Ты прочипирован. Это игра. Друзья, а мы скажем, нет, мы не хотим этого. Мы встанем в проломе, мы не будем это принимать. Да все с этим соглашаются уже. И вот сегодня, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест и следуй со мной. Друзья, нам казалось, что может быть, Господь раньше придет и возьмет церковь свою, для того, чтобы нам и не видеть всего этого искушения, то, что сегодня нагнетается. Но написано, жених замедлил. Или же в другом месте написано, не почитайте Божье долготерпение, не почитайте медление. Божье долготерпение. Для того, чтобы каждый мог услышать Евангелие и принять Иисуса Христа личным спасителем и быть спасенным. Но, друзья, кто встанет в проломе, кто захочет идти за Христом, так, чтобы не быть милостивым к себе, так, чтобы отвергнуть свои плотские желания, которые дьявол будет нашептывать, для того, чтобы полегче здесь жилось нам на земле. Друзья, кто пройдет легким путем до Царствия Небесного, не дойдет. Христос говорит, кто хочет быть учеником, но не берет креста своего, не может быть моим учеником. Не может быть моим учеником. Поэтому да благословит нас Господь, друзья дорогие, чтобы и мы, вот вставая на этот путь следования за Христом, могли сознавать, что мы встаем на путь тернистый, но Он единственный ведет в Царствие Небесное. Пускай нас Господь благословит. Аминь.